Здравствуйте, уважаемые земляки! Продолжаем цикл наших передач «Разговоры о политике» со мной. Сегодня у нас в гостях младший научный сотрудник Московского физиотехнического института Анна Юденко. Здравствуйте, меня зовут земляки. Аня, вот когда мы начинали все эти протестные акции против назначения Дмитрия Трапезникова, я очень был удивлен, когда увидел твое видео в соцсетях ты в ноябре или одним из митингов опубликовал. Я был очень удивлен. И до настоящего времени ты проявляешь такую позицию. Ты недавно была на выборах в качестве члена комиссии «Справно-совещательного голоса». Я публиковал такой интересный патриотический пост. Почему ты ведешь такую деятельность? Почему у тебя такие настроения? Почему ты решила присоединиться к общественному движению противотропизника? И сейчас ты пропагандируешь движение «Честные выборы». Почему у тебя такое настроение? В связи с чем? С учетом того, что ты не находишься в том, что ты работаешь. Да, но я с самого начала следила за историей насчет нашего нового главы администрации. И я никогда не была аполитичной, даже когда была подростком. Можно я отвечу долго? Ну, конечно. Я как-то в 2015 году ехала отсюда на такси в аэропорт в Волгоград. И со мной ехало два человека, которые говорили... Водитель рассказывал историю о том, что вот он где-то там несся 200 км в час, его остановил какой-то гаишник, а с ним был то ли сын, то ли внук, то ли племянник кого-то из чиновников, либо из правоохранительных органов, я не помню. Вот. И он говорит ему, этому гаишнику, вот, ты же понимаешь, у тебя дети есть, тебе же их кормить, ты подумай об этом. И я такая еду и понимаю, что у меня... Как это... А и все люди, кто были в машине, они такие, да, да, что он как дурак себя ведёт, да? Вот. И я думаю... То есть одубли, да? Ну да. А я еду и думаю, что вот этот человек, он считает нормальным даже угрожать семье, по сути. Хотя кто он такой? Просто чей-то родственник. И я подумала, что мне просто вообще не по пути с этими людьми вообще никакого... Никак не буду лезть в то, что происходит в республике. Вообще не буду никак думать о том, чтобы какая-то моя жизнь будет с этим связана, да? С Калмыкией. С Калмыкией, да. И когда я увидела эти... Сначала сбор, я с самого начала следила. Потом молебен. И я поняла, что вообще говоря, людей, которые... Извиняюсь, я волнуюсь. Людей, которые думают так же, как я, их гораздо больше, чем я думала. Думала, что здесь уже просто... Ну, мне... Никому ничего не надо. Да, никому ничего не надо. Это какое-то раболепство беспросветное. Все молчат. Все молчат. Я думала, что мне... Ну, не по пути вообще с этими людьми. И когда я это увидела осенью, я поняла, что... Да нет. Вообще-то людей, которые думают так же, как я, их много. Вот. В том числе, там, мои какие-то знакомые, да? Мой одноклассник. Вот. И потом я поняла, что если я приеду, я останусь честна перед собой. Вот. И, ну, мне все еще неприятно персона главы администрации. Да, и я против того, чтобы таких людей на территории Калмыкии и вообще России их вообще реабилитировали, да. Вот. Ребилитировали, ты имеешь в виду? Ну, не то, что очищали, да, их биографию вот. Обеляли. Обеляли, да. И я считаю, что неправильно. И ты решила... Ну, ты же в своем посту сказала то, что ты и сама приедешь, но еще ты и призвала. Ну, да. С чем связан этот призыв? Почему ты хотела, чтобы было, наверное, больше? А, ну, как с чем? Я поняла, что вообще-то недовольных людей много. Вот. Как я там вчера, позавчера шла по рынку, и там две продавщицы на рынке обсуждали, насколько увеличился долг Калмыкии перед государственным бюджетом. На рынке? На рынке, да, обсуждали. Две я покупала палантин, и я говорю, а что вы это... А что вы только... Ну, не то, чтобы я с какой-то учить их собралась, да. Вот. Но я говорю, вот я вчера была, они говорят, да, ничего не поменять уже. Такая, ну, как избитое выражение, выученная беспомощность. Да? Нас специально государство, власть и местное, и федеральное, все СМИ пытаются нам как вбить в голову, что от нас ничего не зависит. Что мы беспомощные. Что мы беспомощные, мы можем только вот по дачке из Москвы ждать, и все. Или придет какой-нибудь новый городовиков и спасет нацию и республику на работу, да. Вот. И я говорю, ну вот, они говорят, вот там пенсионную реформу, все у нас отобрали. Я говорю, а вот моя мама выходила на площадь, а вы выходили? И такие, ну, нет, там, ну, а что, о чем мы говорим, да. Нам нужно как-то продвигать эту идею, что от нас гораздо больше зависит, чем мы думаем, чем нам пытаются это сказать. Или убедить нас в этом. Это убедили, в общем-то, но нужно снова как-то поднимать голову. Каким образом, по твоему мнению? По моему мнению, ну, конечно, законными методами. Их много на самом деле. И в Конституции прописано, что мы можем выходить на улицу. Вон в Хабаровске выходят люди на улицу, кто-то их трогает. Когда выходят тысячи, уже никто не будет никого трогать. Десятки тысяч, тем более. Вот. Поэтому у нас вышло пять тысяч, и там всех, кто выступал, да, 27 октября, всех там привлекли. Привлекли. Скамейка, да. Да, да. Но потом уже выиграли суд, и... Ну, все равно это нервы людей, люди не хотят противостояния с правоохранительными органами. Я считаю, что в первую очередь нужно начать... Я так понимаю, люди уже начали интересоваться политикой за счет просто интернета, за счет телеграм-каналов, инстаграма и так далее. Люди уже понимают, что им не нравится такая система управления, что не нравятся эти конкретные люди. Поэтому следующий шаг — нужно идти на выборы и призывать всех-всех-всех идти на выборы. И призывать всех-всех-всех, ну, кто может, да, становиться наблюдателями, членами УИК и так далее. И это не так сложно. Да, я согласен, это не так сложно. Я уже на определенные годы убеждаю всех, что это не так сложно. Да, и нужно понять, что... Не нужно думать, а, там все уже за нас решили, все посчитают. Если выйдет на улицу, например, будет еще одно какое-то решение. Если выйдет там, не знаю, еще пять тысяч человек на площадь центральную, уже будет другой разговор. Не ты его боец. Конечно, конечно. И нужно думать, что они там всемогущие. Не говоря уже о том, что там есть какая-то внутренняя борьба. И, там, борьба среди правоохранительных органов в судьбе разных... Ну, они между собой тоже. Да, да. Я тоже это знаю. Аня, вот на подвижении длительного времени ты вот до сих пор в движении, до сих пор в таком настроении, да? Очень много парней, ребят, даже уже, грубо говоря, слилась, ну, ушла, отошли от движения, там, не принимают участия, не ходят на митинги. Но сегодня тоже показалось, да, сегодня мало народу было. Вот почему ты продолжаешь это? Ну, если быть честной, мне легче это делать. Ну, в смысле, я не так много делаю, я же в Москве, ну, я не могу ходить на митинги здесь. Хотя я там хожу на митинги и к посольству Беларуси ходила. Не знаю. Потому что, ну, считай, тоже это неправильно финансировать человека, который нас все время обманывает, да. Вот. Я, если честно, не участвую в активной дискуссии в Фейсбуке, потому что у меня не хватает моральных сил идти все это читать и комментировать. Ну, я читаю, я слежу активно. Ну, в смысле, я слежу, но я мало... Из Москвы здесь я мало что могу сделать. Вот. Вот, конечно, не нужно принижать этих парней или кого, о ком ты там говоришь, кто вышел. Не, просто ушли южно-южно-южно-южно-южно-южно. Активистов для Максима, тем более мы с ним это обсуждали. Для меня это такой пример, да, что... Я горжусь, что у нас есть такие девушки. Я горжусь, что у нас есть ты, которая может взять и с Москвы приехать, сесть в Слеменную комиссию и еще там опубликовать такой пост и призвать всех честным образом. Я, например, вот здесь я к тобой преклоняю, я жму тебе руку и очень рад, что она ты есть. На самом деле я хотела много лет, много лет поучаствовать в качестве наблюдателя в выборах, но я всегда думала, вот, я, ну, очень скромный человек, я все-таки не юрист, там, не социолог, да, я работаю в форатории, там, эксперименты ставлю. Это не мое, там, громкие дискуссии или скандалы какие-то, да. Я думала, что я не смогу, вот. Вот, а тут Оксана Санжинова написала пост, что можно поехать. И я уже подумала, ну, а что? Вот, на самом деле сами выборы несложны, вообще несложны. Подробнее расскажи, да, выбор уже коснулся. Ну, я написала в посте у себя. В общем-то, у нас прошло все хорошо. И это можно видеть по результатам. Какая явка там была. Вот. Из нарушений, я не знаю, насколько это было, как сказать, намерено или нет. У нас в самом начале были лишние листы в книгах для голосования. Ну, существенно. Вот. Да, в нескольких книгах. К счастью, на моем участке была я и один местный наблюдатель, который, ну, вдвоем, вдвоем уже можно проследить за всем. В общем-то. Вот. Из важного... Ну, пришлось немножко еще, так сказать, настоять на том, чтобы нам вовремя сразу же выдали протокол, копию протокола. Итога? Да, итога. У тебя был КАИБ. У меня был КАИБ, и это был единственный КАИБ по Октябрьскому району. Поэтому с КАИБом сильно проще. Я готовилась к тому, чтобы... Быть на подсчете? Да, будет подсчет, и больше всего к этому готовилась. Вот. Из... Ну, из важного, я не знаю, как правильно об этом говорить с точки зрения правоохранительных органов, но ко мне подходили. Я там писала тоже. Ко мне подходили в 6 часов вечера два уважаемых местных человека. Ты не хочешь сказать о нем? Я... Нет, я не хочу сейчас говорить. Хорошо? Два уважаемых местных человека. Два уважаемых человека подходили ко мне и говорили, что вот, понимаете, нам нужна явка, а у нас на тот момент явка была 17,5% на 6 часов вечера, то есть 2 часа до окончания голосования. Вот. Был долгий разговор, ну, наш наблюдатель наблюдал, а я с ним... Ты была главной на участке? Ну, как бы... Среди разговоров? Ну, он местный, он все-таки больше знает, вот, а я все-таки, у меня руки были не связаны никак, он все-таки местный, а у меня руки никак не связаны, я приехала и уехала. Вот. И... Ну, я не знаю, как они хотели повышать явку, это с учетом КАИБа, это что, нужно было прям пачки бюллетеней в КАИБ? Можно было переписать по одному или по одному, ну, закидывать. Ну, я не знаю, как это вообще они хотели осуществлять или финальный протокол, вот, но в итоге там видно по результатам, что все нормально пришло. У нас на участке... Ну, скажите, что предлагали? Предлагали? Ну, они... Вы сиявки. Они... А что... Они, как бы, они же хотят узнать, но они так сразу же задают вопрос, а какие у вас здесь цели, а что вы хотите, ну, и так далее, вот. А ты говоришь, честные выборы. Ну, я, как я, говорила там, ну, я хочу, чтобы все хорошо прошло, вот. Они предлагали, что все члены все кандидаты от КПРФ, их три человека всего было, в отличие от, там, 15 или сколько-то от Единой России, что все они получат мандат. Они говорили, давайте мы сделаем явку, а мы... А вы... А зато ваши все люди пройдут... Ну, поскольку я... Не сказать, что я сильно сочувствую, там, КПРФ, да, или кому-то, да и вообще, да. Это... Ну... Тебе было бы самое главное На самом деле, если бы, если бы на всех участках получилось честно проголосовать, то результат, скорее всего, был бы... Даже с учетом того, что явно утром людей гнали каких-то, ну, кто зависим, потому что утром прям много людей шло. Вот. Даже с учетом этого у нас на участке Единая Россия получила меньше 50%. Вот. И явка была 22%. То есть, ну, нужно сейчас обратиться к людям, которые нас слушают. Вот вы сами подумайте, там всего разговор был про 100 человек на участке, или сколько там, всего 240 человек проголосовало. Если бы там хотя бы треть сочувствующих пришла бы, треть недовольных людей пришла бы на участок, уже у них была бы катастрофа просто у Единой России, я имею в виду. И тогда бы, может быть, они по-другому разговаривали. А так, конечно, когда у них там 80%, они полную какую-то безнаказанность свою чувствуют и силу. Это даже видно по выборам. Согласили? Ну да. А ты разговариваешь с Леной Комиссии с правом решающего голоса, представители каких профессий? Скажем так, мне мой наблюдатель объяснял, кто там, кто есть, кто, кто кандидат в этом списке, кто чем занимается. Недовольным был только, ну то есть, недовольным был только председатель, на самом деле. все другие члены комиссии, они вели себя абсолютно корректно, адекватно, ну не считая там некоторых нарушений, которые, я думаю, что тоже их толкали к тому, чтобы их делать. Например, когда я вышла, опять-таки, мы это не зафиксировали, но когда я вышла ужинать, это было уже после шести вечера, они начали фотографировать списки, что вообще незаконно. Фотографировать списки тех, кто проголосовал. Вот. Что еще? Ну, я к тому, что там, наверное, не так много людей, кто хочет прям фальсифицировать выборы, они там все нет, там, может быть, их вообще почти нет, кто прям идейно хочет или топит за единую Россию. Я думаю, что среди этих людей их либо нет, либо почти нет. Ну да, я согласен, даже когда люди, мы приехали к вам в Самольске, люди по секрету мне говорили то, что хорошо, что вы приехали, а то бы нас заставили совершать преступление, ну, попали, заниматься по водилке взрослым. То есть, это тоже очень важный психологический фактор для работников, избиркома, потому что они все работают, я не зря задаю вопрос, кто они, учителя или не учителя. У нас одни педагоги были, даже работники детского сада. Это все, конечно, очень печально, потому что мы думаем, кто учит детей. Кто учит наших детей, подделывает, делает выбор. Да. Как ты оцениваешь на сегодня деятельность республиканской власти? Если ты следишь, ну, я думаю, ты следишь. Я слежу, я слежу. Конечно, когда на месте находишься, совсем по-другому воспринимается. Конечно, некоторые... Как по-другому? Здесь по-подругому? Ну, все равно я там хожу, смотрю, что какие-то улицы делаются, еще что-то. своими глазами смотрю. Вот. Ну, некоторые моменты меня сильно возмущают, например, Ледовый дворец. Это... И причем, мне кажется, все люди понимают, и зачем, зачем, зачем это делается, я не понимаю. Даже огромные деньги по... Какие-то... Вот как я помню, в моем детстве то и дело салют был. Ну, тогда были шальные деньги с офшора, да, и часто салют был на улице. А сейчас я так же это воспринимаю, Ледовый дворец, это просто деньги на ветер. Деньги, денег, которых... Ну, нет, вот я не знаю, вот в этой школе, где я была в Большом Цирине, там туалет на улице. Я не знаю, может быть, там есть где-то внутри, но все члены участковой комиссии ходили в туалет на улице. И от этого, ну, грустно очень. А у нас Ледовый дворец, а дети на улице ходят в туалет. Хороший пример. как я еще оцениваю? В общем, это показательная вещь. ничего хорошего нет еще? Наверное, что-то, ну, что-то хорошее есть. Вон, действительно, на улице, вот, Ханиновая сейчас шла, ремонтируют. вот, но это и раньше, и раньше ремонтировали, на самом деле, Кирова, и там, два или три года назад отремонтировали. Вот. Но чем-то я возмущаюсь. Но меня радует то, что пристальное внимание людей к всему, что происходит. Как мне кажется. Судя по Facebook и Instagram. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может быть, до сих пор большинство еще аполитически. В других, те, кто... Да, может быть, я живу, да, ну, это... В своем мире, Да, может быть, я живу в своем мире и в институте, информационном пузыре. И я всегда задаю себе вопрос, а вы, я вообще с представителями репрезентативной выборкой общаюсь или нет? Поэтому стараюсь там общаться с таксистами, со всеми людьми, кто не из моего круга, да, потому что в моем круге, ну, вот такой интеллигенции, да, там, ну, нет, вы, скорее всего, не найдете или почти не найдете людей, которые поддерживают Путина, Единой России и так далее. Вот из всех моих, моего окружения и в Питере и в Москве, вы, скажете, все-таки почти не найдете. Я не найду. Как научное сообщество вообще не делит? Ну, вот это все. А деньги, как финансируется научное сообщество? Нет, это как научное сообщество. Научное сообщество, это же у нас представитель интеллигенции, как они, вот ты же научный сотрудников, которые они задают тебе. Как относятся к нынешней власти? вообще. Ну, я повторяю, что большинство недовольны. Большинство ездили, там, мы то и дело, там, ездим что-то, на какие-то измерения, работать на запад куда-то или на восток, в ту же Японию. Вот, и мы видим, как, как, что происходит, как, что делается, да. Вот, в самой науке есть много очень разумных людей, и наука как-то движется, российская, да, но ее масштаб не сравним, там, с китайской наукой, не сравним с американской наукой. Вот, ну, есть хорошие места, есть, ну, как-то, какие-то деньги находятся, которые, там, на существовании, но это не сравним, там, финансирование российской науки, оно не сравнимо, там, с какими-то, не знаю, плиткой в Москве, ну, близко в Москве тоже хорошее дело, ну, там, одна развязка, грубо говоря, вопрос, сколько воруют, сколько дают взяток, ну, это совсем разные масштабы. Как твои родители относятся в твоем протестном настроении? Мои родители никогда не были аполитичными, особенно мама, она работала в Яблоко здесь, в Калмыцком, вот, и они, ну, они следят за тем, что происходит, ну, конечно, у нас есть разногласия, вот, они там, по-другому относятся к Трапезникову, например, вот, хотя я их, там, пытаюсь как-то объяснить что-то как, вот, что-то я потеряла мысль, они, они никогда не были аполитичными, они в свое время участвовали, пытались бороться, участвовали в выборах, мама, там, набирала наблюдателей, была, там, начальником штаба при одних выборах, но, наверное, частично они разочаровались, потому что тогда была небольшая поддержка оппозиционных сил, сейчас я не могу понять она больше или нет, мне кажется, сейчас больше недовольных людей, чем тогда, чем, я говорю, начало двухтысячных, тогда была какая-то вера в новый курс, там, Путина и так далее, да, становление России, мочить, но фальсификации были тогда и, может быть, они даже более жесткие были по рассказанной маме, может быть, то, что она мне рассказывала, это просто шокирует те фальсификации, те угрозы, которые были у нас на калмыцких выборах. Какой вывод ты делаешь по результатам выборов, по результатам своего наблюдения за выбором? Какой основной вывод ты делаешь? Я поняла, что, я опять повторюсь, я первый раз участвовала, я до этого просто боялась, я думала, что я не смогу, но я поняла, что это намного проще, чем кажется, и что от нас зависит больше, чем мы думаем. Причем, вот, если затрагивать, сейчас, извините, я волнуюсь, причем, кому у нас хорошо живется? Никому, но если говорить про национальность, если это острый такой, ну, для кого-то вопрос, кому хорошо живется? Да никому. Ну, да, согласен. Русские хорошо живут? Да нет. Калмыкии хорошо живут? Ну, может быть, кто-то отдельный живет хорошо. Большинство вон, как в большом цирине. Вот. Кто? Доргинцы хорошо живут? Да нет. Тоже есть свои проблемы. И поэтому нам нужно уже как-то объединяться, да, всем сейчас много каких-то разногласий среди оппозиционного движения, начиная с осени, вот, нам нужно всем как-то объединяться вокруг каких-то общих целей против Единой России просто. Вот, понятная всем цель. Что другое? На следующих, на следующих выборах Госдуму это важные выборы, нужно что-то делать. И себя начинать в первую очередь. Ты вредишь наблюдать? Ну, я надеюсь, да. Как ты относишься, вот сейчас, мы проводили круглый стол, у нас произошла там консолидация, ты по письму по письму по среднему, даже вот, когда 8 депутатов народного хорова, там все фракции подавленных были представлены. Как ты относишься к консолидации уже среднего звена, то есть не народа, а депутатского корпуса? Я удивлялась на самом деле, потому что там был кто-то от Единой России. Вот, и мне кажется, что это правильная стратегия пытаться убедить тех людей, кто внутри, я не думаю, что там все идейные жулики. Ну да, как мы думаем, обычно. Это не так. Пытаться их изнутри расколоть. Вот. Пытаться их изнутри расколоть? Ну, я не знаю, есть ли это? Можно направить их на нужный курс. Чтобы они понимают, что поддержка Единой России не такая высокая. И может быть, уже нужно на другой корабль пересаживаться, так скажем, в свободное плавание уходить. Потому что людям не нравится и должны это все понимать. Ну, на выборах это видно. Спасибо. Я так рад, что ты пришла вообще. Я так рад, что ты пришла согласилась на интервью. Я так рад, что ты поехала. Ну, я действительно горжусь твоей комментарии. Вы написали. Что в заключении, что ты пожелаешь нашим зрителям, нашим подписчикам? Какие слова напутственные скажешь? Я думаю, им будет приятно послушать. Я скажу, что для меня, я не оратор, и для меня все это очень сложно. Вот. И просто люди должны поверить в то, что от них гораздо больше зависит, чем мы думаем. Можно просто взять, написать Оксане, сказать, я хочу на выборах Госдумы быть наблюдателем. Вот прямо сейчас это сделать, пусть они вас несут в список. и может быть все тогда постепенно это будет меняться. Ну да, это будет вообще отлично. Но нужно консолидироваться. Да, и нужно консолидироваться вокруг общей идеи. Нужно уже перестать обвинять кого-то. Вот этот на самом деле не патриот, а этот какие-то свои только личные интересы преследует, а этот только и делает, что обманывает или еще что-то. Вот у нас есть какая-то общая цель. Если на выборах случится так, что не пройдет Единая Россия, то даже с местной, ну с Хасиковым например, будет совсем другой разговор. И там как сказать, хозяева, начальники, не будем оскорблять, начальники будут совсем по-другому расковарить. И с народом уже, с людьми уже совсем другой разговор будет. Я так думаю. Но я в это верю просто. Круто, правильно. Это была у нас Анна Юденко, приехала с Москвы наблюдать за ходом выборов. Ну вот, и так, дорогие друзья, прошу, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну а мы будем продолжать свою деятельность. Спасибо. Спасибо. И станем. Ань, круто, все молодцы. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл» «72 небылицы», рассказ «Диалог Кемельхын» «Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже» «Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Мендыфт Эн Би» Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране. Продолжение следует... Продолжение следует...